Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня у нас в студии Виктор Богданов Павсикаки. Это ваш псевдоним. Маг, Чародей, Волшебник, Целитель. В общем, все сразу. Виктор, добрый день. Самый первый вопрос. Год будет лучше будущий, чем прошедший 2013 год или будет примерно таким же? Добрый день, вечер, утро. Кто когда нас смотрит, скажу так. Вы знаете, 2014 год в целом для нашей страны ожидается годом спокойным. Лошадь деревянная ненавидит протестов, потрясений, перемен. Она, знаете, попала в болото и сидит и не хочет с него выходить. Бедная лошадь. Она не хочет с него выходить. Она очень тяжело двигается, она необъезженная, в ней нет прыти, она спокойно кушает свою травку и пьет воду. Это будет спокойный, нормальный год. Причем год захода в кризис, в глубочайший финансовый кризис. Ну, по-моему, уже заходим в него. Год именно захода 2014. Он, скажем так, безработица, которая сейчас есть где-то в процентном соотношении, наверное, 6 процентов, она поднимется где-то, наверное, до 11-12 процентов. Два раза увеличится. Два раза увеличится. А на 2014 год, на год деревянной лошади, доллар до 39 рублей подползет. А евро станет порядка 54 рублей. Вот потихонечку, медленно, уверенно мы заходим в кризис. То есть идет такая мягкая девальвация. Я же понимаю, что это не стихийный процесс. Центробанк, конечно... Не-не, он, конечно, будет сдерживать эти процессы, но, судя по натальной карте нашей страны, мы заходим в кризис. Хорошо. Вот с Украиной, что будет с Россией, понятно, будет более-менее спокойно. Все потрясения, видимо, уже будут после 2014 года. А вот что будет с Украиной, с нашей ближайшей соседкой? Куда все-таки она метнется? На запад или на север? Вы знаете, тиха украинская ночь, а сало надо перепрятать. Тот самый случай, когда на Украине ничего абсолютно не произойдет. Абсолютно ничего не произойдет. Месяц, два, три постоят, покричат, пожгут дрова, попьют горилки и разойдутся на том-то. Причем Украина получит дивиденды как от России, так и от Европы. Одним словом, это Украине изначально, когда были предприняты такие ходы к Евромайдану, казалось очень плохо. Сейчас реально действующая власть, причем которая сохранит свои позиции в 2014 году, получает от этого дивиденды. Все все суют, все все дают. Одним словом, только успокойтесь. Причем эта позиция на весь 2014 год также сохранится. Причем там Майдан ожидается к лету. Этот Майдан в ближайшие полтора месяца будет завернут, разойдутся, потому как финансирование прекращается, первичное финансирование. Но Украина, по крайней мере, Юлия Владимировна останется в застенках, не будет такого хода, который сделал наш президент в отношении некоторого якобы политзаключенного. Одним словом, Украина остается в состоянии стабильности. И перед выбором президента или парламента не появится? Касаемо парламента, он сегодня действующий, он абсолютно действующий. Выборы будут в срок, в тот намеченный, который был. И касаемо президента, ныне действующий президент сохранит за собой свои позиции. Но понятно, что на следующих выборах есть вероятность такого мягкого сюрприза. Сюрприза в виде, скорее всего, мы сейчас не будем называть фамилию, но, скажем так, сюрприза в плане президента. Такой жесткий, красивый сюрприз, который мы все видим и который, кстати, освободит Юлию Владимировну. Но это уже будет после ныне действующего. Хорошо. И если можно, еще несколько слов по политическому вопросу. И потом уже перейдем к индивидуальным судьбам представителей знаков Зодиака. Что нам сулят осенние выборы в Мосгордуму? Изменится как-то баланс сил в главном законодательном органе столицы? Или все останется примерно так, как есть? Давайте, наверное, называть вещи своими именами. Употребим партию названия «Единая Россия», которая сохранит порядка 42 процентов. Второе место, как ни странно, придут либералы. Мы их назовем там в виде объединенной несистемной оппозиции. Третье место за собой сохранят коммунисты с ЛДПР. Ну, а дальше все остальные подтянутся. Одним словом, яркого противовеса «Единой России» и всем остальным партиям не будет. Ну, это нормально. Ничего страшного не происходит. Потому как на сегодняшний момент, судя по натальной карте «Единой России», которую мы составляли, составляли карту, я смотрел, и Медведева, и Путина, они свои честные 43-45 процентов отрабатывают. И никуда от этого не денешься. Потому как понятно, что Москва – это некий лакмус, но за Садовым кольцом тоже жизнь есть. Скажите, а если, тем не менее, я просто не знаю, вы сейчас скажете, да, вам приходилось иметь дело, скажем так, с какими-то гороскопами или картами натальными на тех людей, которые, может быть, в будущем будут занимать в политической жизни России значительно большую роль, чем они занимаются сейчас. Сейчас, может быть, вы могли бы назвать кого-то из этих людей, но вот меня лично, например, интересует Дмитрий Рогозин, есть у него какие-то перспективы? Или, собственно говоря, вот его нынешнее положение вице-премьера по оборонке, собственно, на этом и закончится его карьера. Да, касаемо Рогозина, я смотрел его натальную карту, мы как-то с ним в Твиттере еще по этому поводу исписывались, особенно перед его назначением, как-то у нас там была полемика такая, я смотрел его натальную карту, у него взлеты и падения. Вот сейчас у него взлет, у него был взлет с Родиной, потом резко падает, пропадает, сейчас обратно взлет, а ждается очередное падение, после которого взлет, максимальное кресло, которое он будет занимать, вице-премьерское. И вопрос о его президентстве, либо о премьерстве, пока на сегодняшний момент сырой, да и в его карте этого нет, оно ему особо-то и не надо, потому как он свой хлеб честно отрабатывает. Понятно. Ну хорошо, теперь о вас, уважаемые зрители, внимание, с какого знака начнем? Ну мы классически, наверное, начинаем, классическая раскладка, это, конечно же, Овин, вот, я так, знаете, на самом деле, вот тут вот немножечко такой вот момент, немножко неудобный тот самый момент, потому как, что такое гороскоп? Ну, только вдумайтесь, 7 миллиардов жителей, ну знаков-то 12, ребят, знаков-то 12, ну невозможно в каждом знаке вот что-то вот такое вот рассказать, у кого-то в этот день происходит свадьба, у кого-то в этот день похороны у тех же Овнов, ну как можно для всех сказать, что день... Ну хорошо, а может быть пойти по такому пути? Может быть вы какие-то знаки выделите? У каких-то знаков есть некая особая судьба в 2014 году? Вы знаете, тут не хочется, все-то жители равномерно распределены... Не хочешь никого обижать? Да, не хочешь, давайте я поэтому, сейчас у нас модный есть такой стиль 140 знаков, я вот немножечко сделал по 280 знаков, что такое 140 знаков? Мы еще, так как мы интернет-телевидение, и люди, смотрящие нас знают, это такое вот 140 символов в Твиттере, понятно. Вот поэтому, наверное, я составил по два твита на каждый знак. Более-менее то, что самое главное. Ну и так Овен у нас. Для Овна в лошадь станет пустым годом, им предстоит пережить перемены и трудности в работе, а в конце года проблемы с финансами. Одинокие Овны начнут длительные отношения, семейные будут и дальше спокойно жить в браке, здоровья особо беспокоить не будет. Вот они, 280 знаков. Ну что, Жовинов, поздравляем, со здоровьем, по крайней мере, будем надеяться, что у вас будет все в порядке. Да. Следующий знак зодиака исторически сложился, это телец. Телец. Проживут год тихо и спокойно, весной их могут повысить в должности, а осенью финансовые дела значительно пойдут в гору. Семейных тельцов ждет развод, а одиноких полное отсутствие серьезных отношений. Здоровье будет отличное, но, вероятны, несчастные случаи. О чем это говорит? Говорит о том, что телецам в 2014 году нужно очень тонко идти по лезвию личной жизни. Не стоит делать ходы право, влево. Одним словом, год такой спокойный, тихо спрятались, немножечко занимайтесь делами, финансами, где-то подналаживайте карьерную лестницу и не лезьте в личную жизнь, оставьте ее в покое. Следующий знак зодиака – близнецы. Близнецов ждет баланс между везением и неудачами. В более расширенном гороскопе я сказал, что год пройдет под девизом неких американских горок, когда будут взлеты и падения. Им не стоит брать кредиты, играть в казино или на бирже, менять место работы и профессию. Одиноких близнецов ждет любовный роман. А те, кто в паре – семейный кризис. В сфере здоровья проблемы с печенью и желудком, и есть вероятность ухудшения зрения. Это такие вот, я выбрал более или менее важные акспекты. Для близнецов год в целом неплохой, но такой будет с перепадами. Рак – мой знак зодиака. Раков ждут новые знакомые, длительные путешествия, финансовый успех. Не стоит ждать карьерного роста и творческих успехов. Их не будет. Тихий год. Серьезных конфликтов и разводов у раков не будет. Возможно, прибавление в семье. Здоровье неплохое, но вероятны проблемы с кожей и кишечником. Ну, скажем, такой год немножечко, наверное, акцентируется на, знаете, на чем? На финансах, финансовый успех. Если у большинства знаков ждут какие-то вот все-таки проблемы, там кому-то знаку нужно подальше подержаться от долгов, то раком, в принципе, можно ввязываться в новые дела. Лев – надо быть осторожнее, держаться подальше от рисков. Здесь имеется в виду финансовых успехов в карьере и покупка недвижимости в конце года вызовут много мелких проблем. Успехи в карьере – это значит, что придется какие-то преодолевать. А если вы наметили покупку недвижимости, то, возможно, она будет для вас проблемной. Одиноким львам год обещает начало отношений, семейным спокойствиям и размеренность. Здоровье ухудшится, а во второй половине года – серьезные травмы. Вот такой вот гороскоп для львов. Девы. Дев ждут новые идеи, творческие прорывы и путешествия. Карьерного роста не будет, но укрепится финансовая стабильность и появятся лишние деньги. Наконец-таки. Одиноким девам пока не стоит обзаводиться семьей, а тем, кто в паре, заводит романы на стороне. Возможно, серьезные проблемы с нервами. Не стоит обзаводиться новой семьей, одиноким делом. Просто 2014 год, судя по гороскопу, принесет быстрый развод, если именно в этот год создавать какие-то делом отношения. Весы, наконец, воплотят свои идеи в жизнь. Многие из них сделают карьерный рывок, что, впрочем, не поможет им избежать осеннего финансового кризиса. Любви весам ждать не следует, зато возможен брак по расчету и рождение ребенка. Здоровье сулит проблемы с суставами и боли в спине. О чем это говорит? Весам лучше всего 2014 год посвятить прибавлению в семье. И если есть какие-то цели в плане бизнеса, в плане перемены в работе, не бойтесь, идите на это. Это ваш год. Скорпионов ждет множество событий. Проблемы на работе приведут к уменьшению зарплаты или понижению. Поэтому надо рискнуть и сменить работу, причем в начале года. От одиночества и недостатка секса скорпионы страдать не будут. В плане здоровья ожидаемы серьезные заболевания мочеполовой системы и возможны травмы. Стрелец. Стрельцы, наконец, избавятся от всего лишнего. В профессиональном плане все останется неизменным, а зато, вероятно, появление нового автомобиля. Для стрельцов этот год идеален для начала отношения брака. Секс и отдых станут залогом здоровья и помогут избежать проблем с нервной системой. Козероги. Этот год принесет множество мелких неприятностей, но это не помешает им многого достичь и укрепить свои финансовые позиции. Одиноких козерога ждут многочисленные свидания и секс. Ожидаемы заболевания сердечно-сосудистой системы, травмы головы и верхних конечностей. Короче, одним словом, козероги пойдут в этом году в разнос. Водолей. Водолей изменит свою жизнь, а многие отправятся в путешествие. В начале года их ждет прибыльная работа, а в конце карьерное повышение. Если у многих знаков зодиака как-то вот из-за финансового кризиса, который назревает какие-то проблемы, то наоборот водолеям в этом плане немножко повезет. В семейной жизни водолеев не будет ничего хорошего, поэтому лучше уделить время карьере. Здоровье не порадует, появится заболевание почек. Одним словом, обратите внимание на воду, которую пьете, и воздержитесь от того, чтобы сидеть где-то на холодном. Поберегите, короче, почки. Год такой малоприятный, особенно в нижней чакре. Рыбы ждут успеха и награды, внезапные изменения места или характера работы. В первой половине года стоит подумать о покупке недвижимости. Одинокие рыбы имеют шанс встретить свой идеал, а вот многих семейных осенью ждет развод. Здоровье немного ухудшится и доставит проблемы летом. Вот такой вот мой публичный гороскоп для всех знаков зодиака. Поверьте, выбрано, более-менее выдернуто для каждого знака зодиака самое важное. Если это важное занимает где-то 70% гороскопа, в целом для рыб на 2000 или для любого из знаков зодиака на 2014 год, я постарался вот это вот надергать из каждой сферы. Вот что у нас с вами получилось. Хорошо. Несколько вопросов, может быть, таких вот неожиданных, из международной жизни. В предстоящем году ожидаются референдумы в Шотландии и в Каталонии. В одном случае будет обсуждаться вопрос о получении Шотландии независимости от Англии, от Великобритании и Каталонии от Испании. И ожидаются, хотя окончательное решение не принято, но должны пройти выборы президента Сирии. Ну и, наконец, в ноябре выборы в Конгресс США. Вот по этим международным вопросам, что вы можете сказать? Да, европейскую карту Наталью я смотрел. Там действительно за ближайшие 10 лет добавятся еще 4 страны. Из ныне действующей Европы, которую мы знаем на сегодняшний день, будет 4 страны, поэтому каждая из стран получит либо независимость, либо еще что-то. Одним словом, вот это все только начинается. За ближайшие 10 лет 4 страны мы получим. Касаемо Сирии, то влияние ныне действующего президента и его режима останется прежним. Причем есть вероятность замены самой фигуры, так как сама фигура вызывает у западных партнеров некие недовольства. Касаемо Америки, то ныне действующий президент совершенно потеряет опору, так как у Обамы гороскоп очень плохой и уйдет он с большим, знаете, с таким грузом на сердце. Партии в Сенате Америки очень сильно изменятся. Расклад, силовой расклад изменится. Обама все-таки расшатал страну. С чем это связано? Да с тем, что все-таки в 2013 и 2014 году, Человеком Года, самым влиятельным на планете Земля, как-никак остается Путин, что, конечно же, многим сенаторам как вот иголкой под ноготь. Понятно. Ну и я надеюсь, что вот самая приятная часть, возможно, самая интересная для вас, уважаемые зрители, это прогноз Виктора Богданова в свободной форме в отношении того, что бы он сам хотел спрогнозировать, что он видит, что он чувствует, как астролог, вот в предстоящем, собственно говоря, уже начавшемся 2014 году. 2014 год, год проблемный, проблемный в финансовом плане. Поэтому соберите немножечко на тот самый, как мы называем, черный день. Конечно, этого черного дня не будет, резкого оббала не будет. И приготовьтесь, вот как бы знать, где упадешь, соломку подстелишь. Так вот, настало время подстелить эту соломку. В личной жизни, если у вас есть какие-то проблемы, решайте. Это год личной жизни. И еще помните одно и самое главное, что все будет хорошо, несмотря ни на какие прогнозы. Уж я-то это знаю точно. Хорошо. Ну, и все-таки не могу не спросить, потому что наверняка многие ждут Олимпиаду, как большой праздник. Что ждет Россию на этой Олимпиаде? Вот тут очень такой, знаете, немножечко хитрый вопрос, но скажу, что я делал прогноз свой по этому поводу, он уже публично где-то в сети лежит, что Россия в тройке лидеров, при любом раскладе в тройке лидеров, причем эта тройка будет натянута за уши. Вот. Место второе-первое. Вот так. Второе-первое, да. Второе-первое. Там тройка четкая, стопроцентная тройка, даже не обсуждается. Но на самом деле след от Олимпиады, след от, вот знаете, от прошедшей Олимпиады, все-таки будет не восторг, а какое-то вот легкое, знаете, какое-то вот, а что дальше? Вот. А что дальше и так вот она закончится? Ну, в целом, мы покажем себя, наверное, все-таки с лучшей стороны. Виктор, ну у нас такой марафон. Не могу не спросить, я думаю, что с учетом того, что все больше и больше всяких природных катаклизмов самые разные регионы планеты посещает. Вот последние годы климат, видимо, все-таки меняется каким-то образом, что-то происходит однозначно, да? Может быть, вы можете сказать что-то в отношении природных, стихийных, каких-то бедствий, может быть, катаклизмов, что ждет, по крайней мере, россиян, скажем так, на их собственной территории? Может быть, вы кому-то отсоветуете в какие-то конкретные сроки куда-то ездить? Ну, есть такие тоже прогнозы. На 2014 год потопов не ожидается, вообще абсолютно не ожидается. Из неприятностей это где-то за Уралом, ближе к лету, возможны проблемы с самолетом, с одним-единственным возможной проблемой. Это не значит, что это будет, но возможны. В ближайшие 25 лет мы идем по пути резкого глобального потепления. Потом, после 25 лет, лет на 50 ждут сильнейшие холода. И летняя температура в Москве будет плюс 15, плюс 17 градусов, средняя температура. При том, что мы сейчас имеем около 30 в целом. Ну, ничего, англичане же живут в этой температуре. Да, поэтому вот. А сейчас это будет средняя температура лет 32-35, уже средняя. Повышаемся. Ну, и касаемо еще таких из неприятностей, от которых, скажем так, стоит ожидать или не стоит ожидать, очередных метеоритов в ближайшие два года в нашу страну, на территории нашей страны падать не будет. Да и нет такой вот угрозы, как все ждут угрозу, что планета Земля прекратит свое существование с помощью космических каких-то метеоритов, дождя и тому подобное. Действительно, планета Земля идет к своему концу, к концу света. Но конец света люди сами себе создадут с помощью собой же созданного оружия. Тех моментов, которые принесут конец планете Земля с помощью внеземных цивилизаций космоса, такого быть не может. Это нереально. Ну что ж, уважаемые зрители, с нами был Виктор Богданов, маг, целитель, астролог, разоблачитель звезд. И да, ну это вот все характеристики, которые вам дает интернет. Вполне, я думаю, что, ну, в той или иной мере они соответствуют действительности. Спасибо, Виктор, что вы посетили наш канал онлайн-тв.ру. Если бы нам предсказали успехи в грядущем году, то мы бы вам были бы особенно признательны. Вот, но мы, тем не менее, делаем все для того, чтобы у нас успешно складывалось. Вы знаете, касаемо онлайн-тв, хочется сказать, все только начинается, а дальше посмотрим. Хорошо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова